Всем привет! Сегодня я хочу вам поведать одну очень интересную вещь. Дело в том, что я сейчас нахожусь в поиске новой швейной машинки, и мной на просторах интернета была обнаружена очень интересная вещь. Дело в том, что в описании, как очень многим швейным машинкам, вот это вот устройство, вот это вот, выдается как автоматический нитевдеватель. Я была в шоке, узнав вот о такой нереально космической функции в швейной машинке. Ведь машинку, которую сейчас вы видите на экране, ей уже 15 лет. И когда я её покупала, вот это вот, называлось просто нитевдеватель. Никакой приставочки автоматической там не было. И я вам сейчас со всей своей ответственностью заявляю, что это обычный нитевдеватель. Максимум, какую приставку ему можно поставить, это механический нитевдеватель. Но никак не автоматически. Смотрите, чтобы заправить в него нить, мне понадобятся обе мои руки. Итак, одной рукой я его опускаю, подвожу к иголочке. Вот там есть маленький такой крючочек, он заходит в иголку. Я могу его вот так вот отпустить. Многие этого не знают, он будет там держаться. В принципе, да, можно воспользоваться и одной рукой. Затем многие показывают, что нужно, значит, зацепить вот здесь вот этот вот крючочек. Вот здесь ещё крючочек есть. Потом подвести ниточку вот под тот крючочек, который там вот внизу. Затем держим ниточку. Мне всё-таки понадобится вторая рука. И я своей левой рукой беру и отпускаю этот нитевдеватель. И происходит чудо, вау! Посмотрите, ниточка туда проскочила. И теперь я могу её вытянуть своими руками. Вот, и всё, ниточка где-то. Вот это вот космическое чудо техники, я ещё раз повторяю, продаётся маркетологами как автоматический нитевдеватель. И я ещё раз заявляю, что это как максимум механический нитевдеватель. Машинка, машинка в данный момент не сделала ни одного автоматического движения. Всё, что сейчас вы видели, делала я своими руками. Ни одного движения машинка не сделала самостоятельно без моего участия. Это стопроцентная чистейшая механика. Никакого автомата. Более того, девочки, если вы пользуетесь таким нитевдевателем, я вам могу сказать, что пользоваться вот этим вторым крючком совсем не обязательно. Я обычно пользуюсь им именно вот так вот. Я беру... Так, сейчас я ниточку выну обратно. Я беру... Беру... Так. Опускаю вот так вот его, да? Вот так вот. Вот так вот, оп! Вот так вот ниточку поддеваю сразу сюда. И вот так вот, хоба! И происходит то же самое. Понимаете? Вот всё, ниточка продета. Не надо больше никаких крючков дёргать. Ну, а раз уж я завела такую тему, я сейчас на экран добавлю вам видео, чтобы вы увидели, как работает настоящий автоматический нитевдеватель. Именно так он работает. И никак иначе. То есть машинка весь процесс выполняет самостоятельно. Именно поэтому он и называется автоматический. Но не механический уже. Так что, если вас где-то захотят обмануть и сказать, что вот это вот автоматический нитевдеватель, можете смело плюнуть этому человеку в его красивое лицо. А у меня на этом всё. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!